Девушки отдыхают На аллее, ведущие к замку, высажены деревья. Парам, играющим свадьбу в Нордкирхене, предлагают посадить свое собственное дерево. Дерево является символом начала брака. Судя по аллеям с молодыми деревьями, многие пары соглашаются. Представляете, как приятно? Приходишь в парк к многовековому замку, а там растет твое собственное дерево. Кстати, замковый парк занимает территорию 170 гектаров. Есть такая поговорка «Мир тесен». Заехав в далекий замок в Вестфалии, около девяти сотен километров от дома, мы внезапно повстречали Ленкиных знакомых. Хотя даже не знали, что они живут где-то неподалеку. И самое смешное, что и они, и мы попали в это место абсолютно случайно. После такого приятного сюрприза, мы отправились исследовать территории замка Нордкирхен. Замок построен в начале 18 века. А так как он находится вдали от больших городов, то его не зацепило Второй мировой войной. И все в этом парке находится в первозданном виде. И здание, и сам парк, и искусственный водоем вокруг. Единственное, что страдает от времени в Нордкирхене, это скульптуры во дворе. Сделанные из мягкого песчаника, они быстро разрушаются. Поэтому в начале прошлого века некоторые из них пришлось поменять на новые. А сам замок действует и сейчас. Часть его отдана под музей, а часть – высшей школе земли Северной Рейн-Вестфалия. Здесь учатся студенты, которые хотят быть художниками. Но сюда сложно попасть, поэтому я уже готовлюсь. Перед уходом из замка мы обнаружили необычную птицу. Редкий вид бразильского павлина. Еще один замок, к которому мы поехали, называется Фишеринг. Видимо, в начале 18 века было модным строить замки на воде. Замок Фишеринг, который на самом деле не замок, а крепость, также стоит на воде. И вокруг него его окружает огромный ров с водой. Также он окружен оборонительными стенами. И здесь есть двор с постройками, которые также защищали этот замок. А еще я стою на мосту, который раньше поднимался. Фишеринг считается одной из самых старых крепостей на воде в Северной Европе. Сейчас в ней находится музей и выставка для детей. А еще множество часов с кукушками. Эти кукушки начинают петь, когда к ним подходишь. Кукушки начинают петь, когда к ним подходишь. На этом наша поездка закончилась. Мы же говорим вам до встречи. Заходите на наш сайт подорожники.еу, комментируйте и добавляйте нас в друзья в социальных сетях.